я не вижу они все видим презентацию которая была на сайте да 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 некоторые отправляла на почту да 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 на почту вообще ничего не вижу вы не видите на экране презентацию да нет нет а а сколько человек не видит увидел я одна анастасия владимировна вы видите ну да получается что было написано что ей нужно обновить версию skype чтобы групповой звонок войти но на самом деле если презентацию екатерина посылала по эмейлу то может быть просто ее можно открыть на компьютере и слушать звук а просто она будет говорить какие слайды она про какие слайды так и пытаюсь сделать раз таки если вы говорите что это уже была презентация ну я вникну по ходу дела так что вы можете меня не ждать и начинать хорошо значит вот вам такая была презентация всем отправлена по проекту global forest land международный лесной дозор диалог диалог да вот елена юлаева у нас руководитель с американской стороны а я и дмитрий евгений руководители с российской стороны проекта значит были сделаны карты участников проекта где все могут посмотреть как нас много нас уже 14 команд и 124 человека участников, детей. Из Соединенных Штатов у нас, Елена, 6, да, уже команды? Да, у нас большие команды записывались, а сейчас стали поменьше записываться тоже. У нас наоборот, все маленькие команды, одна только из Бурятии, 42 человека. Все остальные около 10, 7, вот так, в среднем. Цель проекта вообще это объединить учащихся со всего цвета и помочь ему изучить изменения природной среды, происходящие в тех местах, в которых они проживаются. Я думаю, вы все познакомились, это посмотрели. Значит, основная цель проекта это общение между странами. У нас будет организовано два скайпа между ребятами российскими и американскими, чтобы посмотреть, познакомить их с местными экологическими проблемами и с съемкой Земли из космоса. Для чего нам нужны леса? Для чего мы пытаемся сохранить. Вот на этом слайде основные функции леса и на сайте Globus for a link. Елена, уже есть русская версия полной обновленной? Она практически есть, но она еще не обновлена до конца. Нам сегодня доделали наши интерны, доделали видео на русском языке. Мы его еще не поставили. То есть через один-два дня у нас будет полностью все сделано в русском сайте. Я имею ввиду под все, я имею ввиду все руководства. Плюс сделаны формы, которые нужно заполнять, когда ребята будут делать фотографии и заполнять формы бумажную и онлайн формы. Это все сделано. Из руководств последнее не переведено на русский язык, но оно, в смысле, переведено, еще не обновлено на сайте, поэтому появится через день. Я вот презентацию постаралась сделать руководство, их русские названия и ссылки. Если вдруг они откроются англоязычные, то там нужно просто будет поменять значок языка, да, и пойдем сразу на русскую версию. Да, у нас, когда вы выходите на сайт, там наверху есть иконка язык. Можно английский, а можно русский выбрать. Если вы выбираете русский, то, по идее, все руководства и галереи и так далее, все должны работать на русском языке. Ну, вот здесь два сайта. Стоит ли беспокоиться? Я постаралась найти более интересную информацию о том, что действительно происходит в мире и стоит ли нам беспокоиться по поводу уничтожения лесов. У нас, вроде, в России их достаточно много, но вот для нас эта проблема тоже очень актуальна. Здесь слайд, для чего вырубаются леса. И, соответственно, второе руководство посвящено проблемам, как бороться с вырубкой лесов. В каждом руководстве есть небольшой текст, если кто-то смотрел уже по проблеме, и затем идут ряд ссылок, переходя на которые, вы тоже можете получить дополнительную информацию. Последствия уничтожения лесов. Ну и непосредственно наш с вами проект. Как учащиеся разных школ и разных регионов могут помочь сохранить леса? Мы будем исследовать леса, собирать местные фотографии, использовать Global Forest Watch или глобальную лесную вахту. Поговорим с экспертом. Где-то в апреле я вам отправляла планы. Вы видели, что на апреле намечен скайп с экспертом. Выдвинуть свою гипотезу, обсудить проблемы, и затем создать свою презентацию, разместить ее на сайте, доступную для всех остальных участников. Что нужно сделать? Каждая команда из имеющихся у вас ребят делится на группы по 2-3 человека. Ну вот с Анастасией Владимировной мы договорились, у вас всего 4, поэтому это будет одна группа. У кого больше, тот поделит согласно возрасту или может быть каким-то другим предпочтением. Российские и американские учащиеся идут в свой ближайший лес или лесопарк. Далеко ездить с ребятами не надо, прям вот в ближайший. Желательно это сделать, конечно, в ближайшее время. Мне вот одна учительница уже написала, они сегодня не смогли принять участие в скайпе, но они фотографии уже сделали, сходили. Каждая группа фотографирует примерно 5, можно чуть больше, фотографий пострадавших участков леса и исполняет небольшую форму. Форма эта размещена на сайте в руководствах, она есть в бумажном виде, для того, чтобы вам было удобно. Вы ее просто скачиваете, распечатываете, идете с ней в лес. Затем, придя домой, вы загружаете полученные фотографии, заполняете такую же аналогичную бумажную форму, но только в онлайн виде. Если у вас возникнут проблемы с определением координат, там есть карта Google Map, на которой вы можете посмотреть, найти свой лес или лесопарк и определить его координаты. Либо есть несколько ссылочек под руководством, в помощь, как определить географические координаты мест. Там сейчас, на самом деле, да, там прямо в форме вставлена карта, на которую вы должны просто поставить пин, и она выдаст вам координаты. Это уже в онлайн форме есть. Вы просто просили, чтобы, если можно, если ребята делают фотографии камерами или телефонами, в которых встроены GPS, они могут у нас на сайте, там данные руководства, но это даже легко для любого телефона найти онлайн, как включить, да, как включить геолокатор, и тогда мы просто можем дополнительно, как, чтобы подстраховаться, мы можем вытащить координаты из просто фотографии. Поэтому, если они могут включить, включить GPS, то попросить их, чтобы они это сделали. Сделали фотографии, загрузили их, заполнили по ним некоторую информацию в виде вопросов, и затем создаем свою историю. Вы увидите какие-то проблемы, которые вы сфотографировали, вы должны их изучить. Мы вам предлагаем в своих руководствах большое количество ссылок по проблемам леса, по различным, например, оценкам состояния леса. Вы можете все это изучить, посмотреть. Затем вы можете использовать свои источники информации, либо в книгах каких-то, либо, например, интернет-источники, либо в средствах массовой информации, посмотреть, что же происходит в вашем регионе. И затем, я уже говорила, у нас будет назначена встреча с экспертом, который сможет вам более подробно ответить на вопросы, ребята, какие у них возникают. вы выдвигаете какую-то гипотезу, почему именно в вашем регионе происходят те проблемы, которые вы увидели и сфотографировали. И затем пытаетесь с помощью дополнительных источников ответить на вопрос и подтвердить свою гипотезу, подтверждается она или нет. Это и есть суть вашей презентации. В итоге вы должны составить маленькую презентацию, слайд-шоу по продолжительности 2-3 минуты. Она может быть в формате PDF, то есть это слайды желательно с озвучиванием голоса или такая же презентация Powerpoint тоже с озвучиванием. Или это может быть видео в любой программе, которая доступна с выкладкой на YouTube. Как сделать фотографии? Вы идете в лес и делаете фотографии. Вот у вас ссылка, где вы можете найти дополнительный бумажный источник формы и кнопки. Вторая кнопка будет онлайн заполнение. Что такое Global Forest Watch или Всемирная лесная вакта и Всемирный лесной дозор? Это интернет-платформа для мониторинга лесов, которая позволяет людям во всем мире лучше изучать и сохранять лесные ресурсы. У нас создано целое руководство. Четвертое как раз посвящено этой проблеме. Что такое Global Forest Watch? Интернет-платформа Global Forest Watch состоит из нескольких инструментов. Это профили стран и их рейтинги. Вы можете зайти в эту платформу, посмотреть нашу страну, найти рейтинги ее с другими странами. Пожары. Если вы знаете, что в вашем регионе недавно был пожар, вы это сфотографировали на своей фотографии, то вы можете посмотреть карту пожаров. Товары для решения вырубки леса с целью поставки. Поставки товара. Опять вы можете зайти и посмотреть, были ли в вашем регионе вырубки лесов, связанные с для продажи леса. И климат, отслеживание выбросов и абсорбация углерода лесных ландшафтов. Ну вот здесь в презентации более подробно рассмотрена одна из платформ, это пожары. То есть вы заходите, перед вами вот такие карты, где вы можете увидеть очаги пожаров. Как можно использовать Global Forest Watch? Там в Global Forest Watch есть интерактивная карта, которая позволяет накладывать накладывать различные слайды, пользоваться различными базовыми картами. некоторые из них выведены у вас на слайде. И возможно оценка леса на наличие потерь и прироста дивидий. Затем вы выкладываете свои презентации на сайт Global Forest Watch, можете посмотреть презентации таких же других участников. Как проанализировать полученные фотографии? Это как раз руководство 10-е, когда у нас был первый проект, Pilot Project, то, что мы называли, у нас участвовала всего одна школа в России и две школы в Америке. Ребята собирали фотографии и мы на нашем сайте под рубрикой галерея как раз есть эта система в которую мы собрали эти фотографии чтобы их можно было анализировать. Это очень интересная система которая позволяет анализировать просто визуально довольно сложные данные и делать различные статистические обработки. у нас видео мы подвесим завтра утром на русском языке там есть сейчас видео подвешено на английском языке и есть много руководств ссылка к руководствам к сожалению руководства на английском языке но на русском видео довольно хорошее сейчас именно о том как можно визуализировать эти данные и еще очень интересно что эти фотографии которые ребята соберут мы их напрямую подключим к фотографиям которые сняты спутниками и находятся на Global Forest Watch то есть они кликнув когда они находятся на этой странице и смотрят на аппликацию они могут кликнуть на фотографию кликнуть на название и перейти на карту на Global Forest Watch карту где они увидят тот же район но только снят со спутников и могут проиграть например там у них есть анимация когда ты смотришь как леса изменялись с 2000 по 2014 год или наложить какие-то другие слои и посмотреть что происходит что видно из космоса и что видно и сравнить это с тем что они видят на своей фотографии которые они сделали на местности ну вот я по этому слайду я все сказала если есть вопросы ну да если есть вопросы вот тут еще и ссылочки на руководство там немножко более подробно значит требования презентации я еще одну вещь покажу что Global Forest Watch там можно выбрать язык русский к сожалению к сожалению очень плохо то есть по-видимому они пользовались Google Translate переведено ужасно например крона деревьев написано и на в некоторых местах написано как покрышка деревьев вот но детям может быть наоборот будет смешно и будет интересно посмотреть как это переведено на русский язык требования к презентации мы уже немножко по ним поговорили но еще презентация должна отвечать на следующие пять вопросов что показано на ваших фотографиях какие выводы о состоянии леса вы можете сделать глядя на фотографии какую информацию о лесных ресурсах вы получили используя инструментарий Global Forest Watch и какую информацию о лесах вы получили из других источников в том числе вот как я вам говорила из других интернет источников можно сайтов которые укажены в руководство какую информацию вы получили в средствах массовой информации и какие вопросы или дополнительную информацию вы зададите эксперту изучив все источники какой вывод вы можете сделать по проблемам местных лесов перед вами ссылка на седьмое руководство я вам его отправляла но мы немножко его дополнили еще дополнительными источниками там основные И большие сайты, с помощью которых вы тоже можете получить дополнительные информации, такие как, например, Greenpeace, GeoMixer, где тоже есть дополнительные информации, карты пожаров и другие. Как будут оценены ваши презентации? Вначале, когда я вам составляла приглашение, я говорила о том, что все участники и руководители дети получат именные дипломы. Вот такого вот образца, как на слайде. За наиболее выдающейся презентацией будут присуждаться премии. Всего их шесть. Три для российских участников и три для американских участников. Выделены три категории наград. Это лучшее содержание, лучшая техника и самая оригинальная презентация. Соответственно, три, еще раз повторяю, для российских презентаций, три для американских. Мы надеемся, что у нас, может быть, будет больше премий. Мы сейчас разговариваем с разными компаниями. Может быть, они нам сделают донейшн, и тогда мы сможем больше премий предложить. Но мы над этим сейчас работаем. Эти, которые Екатерина сказала, это точно будут. Но мы надеемся, что будет больше премий. В таблице, как будут оценены ваши презентации, по итогам, вверху вы видите баллы, которые будут оценены по каждой категории вашей презентации. И итоговые баллы будут посчитаны и, наверное, выставлены где-то на сайт, да, или по каждой, чтобы можно было ознакомиться. Согласно этому, будут выбраны наиболее лучшие и номинированные на премию. По презентации у нас все. Я хотела добавить, Екатерина сказала, что презентация должна быть в районе двух минут. Мы поставим сейчас на сайт в ближайшие несколько дней требования к форматам. Но это обычные видеоформаты MP4 и так далее. Но просто вид форматов, которые мы принимаем. Мы на сайте будет в ближайшие две недели форма. У нас была до этого форма, через которую загружались эти презентации. Но мы ее просто хотим немножко изменить, поэтому она появится через неделю или через две. Она будет очень простой. Просто вы будете, ребята должны будут загрузить видео на наш сайт. И есть еще требование, чтобы видео было не больше, чем один, в окончательном виде, не больше, чем один гигабайт. Я это все напишу на сайте. И у нас там будут маленькие дополнения к тому, что у нас сейчас профессионал производит видео, которое он уже нам прислал. Две редакции мы ему опять отправили, попросили доделать. Мы, как только мы его получим, мы его выставим с русскими субтитрами. И вдобавок к этому там будут маленькие обучалки. Как лучше всего, например, если ребята, я думаю, что большинство из них не будет делать видео презентации, в смысле PowerPoint смешиваясь с видео. Я думаю, что, скорее всего, большинство будет делать презентации в виде PowerPoint с наложенным голосом или музыкой. И мы поставим маленькую обучалку, как это делать. Если ребята хотят сделать что-то оригинальное, они могут сделать оригинальное. Например, мы когда проводили такого же типа вебинар для американских школьников, кто-то спросил, а можно написать историю от имени Белки? И мы подумали, сказали, что да, можно. Только если она соответствует этим условиям, которые мы поставили, что история должна показывать и рассказывать, то хоть ту историю от имени Белки может быть даже интереснее, чем от имени Человек. Евгения Ивановна, а вы сейчас одна, да, получается? Да, да, да. Просто мне вот сейчас пишет Инесса Архиповна, что оказывается дети сидят и ждут нас на конференции. А где ребята сидят? Я вот не знаю, она пишет мне, дети в Иркутске сидят и ждут. Но при этом контакт, который она мне скинула, он не в сети и не подтвердил. Ну, вы знаете, что я сделаю? Я вас услышала сейчас, эта презентация у меня есть, я в принципе все это могу озвучить. Я вот сейчас все записала себе, нюансы и моменты, поэтому я озвучу. А вот что там произошло, понимаете, я сейчас не могу ничего с этим поделать. Дети вообще, они должны были сами собраться. Ну вот я понимаю, собрались. Да, у Даши. И вот этот скак, который она давала, она вот как раз таки передавала Инессе Архиповне. Она сказала, что все, все там есть. Они просто должны были туда зайти, вот так же вы им позвоните, как и мне. И вот мы должны были все вместе сейчас сидеть. Почему это не произошло? Я вот по каким причинам, я, честно говоря, сама не понимаю. А вот как сделать так, чтобы когда у нас будет назначен скайп с американскими ребятами, мы понимаем, что не все могут из-за того, что разница во времени у всех, у всех свое время, у всех свое расписание и так далее. Но если это время как-то подходит более-менее детям, как сделать так, чтобы мы могли без вот таких технических накладок это сделать? Что нужно сделать, чтобы это получилось? Нужно как-то попробовать это до скайпа, например. Мы вообще должны сегодня, не сегодня, а вообще в дальнейшем с детьми, так как я уже начну заниматься и курировать их этим, то я хочу, чтобы мы потом вместе все-таки собрались, и вот когда скайп будет с американскими детьми, чтобы мы постручивали все вместе. Вот то, что сейчас, видите, получилось, как бы это вот на самом деле, я вот не знаю, чья это вина, мы не будем как бы сейчас этим заниматься, просто, может, какие-то на самом деле технические моменты здесь помешали, или, возможно, скайп не совсем верно указан, поэтому... Да, я просто почему спрашиваю, что, может быть, нам нужно... А в дальнейшем... Потому что вот такого типа встречи, ну, как бы мы можем и еще раз с детьми сделать и так далее, когда это собирается скайп с американскими школьниками, там очень важно, чтобы никаких накладок не было, потому что... Нет-нет-нет, мы постараемся, чтобы все было нормально, То есть, единственное, вот у меня вопрос и создается, а вот мы с американскими детьми когда будем общаться? Ну, вот у нас намечена на неделю, которая между 18 апреля и 20, в районе 20 апреля. Ага. А вот можно узнать, это какой промежуток времени? То есть, это... Мы сейчас, как только сейчас у нас все окончательно начнут работать, мы соберем опрос, мы сделаем опрос, кто сможет в какое время, и, может быть, мы устроим несколько скайпов в зависимости, потому что у нас тоже из разных часовых поясов, и у вас, ребят, у вас все окончательно. Екатерина, извините, можно ваш диалог как бы втиснуться? На сегодня мы все, как бы по презентации. Можно отключаться? Это Калу, Людинова. Да, Елена. Да, 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 если у вас нет вопросов, то... Нет, нет, вопросов нет. Единственное, презентации должно быть столько, сколько маленьких команд. Или одна общая от региона. Нет, столько, сколько маленьких команд. Все, спасибо большое. До следующих встреч. Всего доброго. До свидания. Ну, вот нас еще, получается, ждет Астрахань, но они опять не добавлены в контакт. Ну, я сейчас как раз-таки, если мы уже завершаем, я сейчас свяжусь с Дашей тогда и узнаю, по какой причине. Ну, вот может быть, действительно что-то с контактами? У вас теперь есть мой контакт, да? Да, 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 конечно, конечно. Я вот сейчас выясню, и, возможно, даже всем, получается, у вас же в 2 часа еще скайп, правильно? Да, 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 у вас сколько разница? Да, ну, у нас 5 часов разница с вами. Это 9 вечера? Нет, это почему? Это 7 часов, а, подождите. 14? Да, это 7 часов вечера. А, да, да, да. В принципе, может, и дети сами, опять же, смогут собраться и уже связаться как-то. Вот я не знаю, я сейчас этим займусь, прослежу, почему так произошло. И уже, когда с американскими детьми, то уже мы соберемся все вместе и будем вас слушать. Хорошо, мы сейчас с Екатериной попробуем обсудить, как лучше всего проверить все контакты, чтобы они были, чтобы они работали, да. Все хорошо. Хорошо. И вот, получается, я все поняла, все, сейчас следила за презентацией сама, то есть все, все по плану у меня идет. Единственное, у меня еще вопрос. Я могу добавить, вот, я же об этом узнала буквально вот на выходных, поэтому, видите, вот на кнопочке. И вот, смотрите, я могу еще добавить детей? Да, с удовольствием, да. Да, конечно. И вот еще, если это будут разные параллели, то есть... Это вообще не важно. Не важно. У нас участники из 6-го, из 10-го класса, вот у нас из Бурятии 42 человека. Уже учитель будет их, наверное, на группу делить или как-то они сами. Да, ясно. Значит, в группе сколько должно быть? 2-3 человека. А, в одной группе 2-3 человека. Да, а у вас их может быть хоть 30. Хоть 30. В одной группе 2-3. Если в одной группе 4, ничего страшного людей? Нет, ничего страшного. Если вы сами смотрите, как им удобно, чтобы они могли работать... Да, взаимодействовать вместе, да, как мы могли в группе. Ага, все, я поняла. Спасибо большое. Не сложно? Тогда почта у вас моя есть? Да, 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 у меня все есть. У меня свои координаты пришлите, и ребят, чтобы я вас тоже внесла в списки, прислала вам, там нужно будет тогда зарегистрироваться, может быть, как отдельно? Вот я не знаю, я уже... Вот смотрите, как и мне Инна Сархиповна сказала, вот в субботу, буквально я вот в субботу зашла, зарегистрировалась на этот сайт, знаете, там выплыла такая ссылка, и я вот туда прошла. Там нужно было внести, вот ввести, то есть имя, фамилия, откуда вы. Вот я это сделала уже, как руководитель. Да, 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 я это отметила. Но это получается, мне Инна Сархиповна сказала, что это вы как бы за ее команду. Вы хотите свою отдельно или как-то вместе с ними? Да почему? Наверное, мы вместе будем. Так же взаимодействовать интересней. Нет, ну, конечно, это просто из одной школы. Конечно же. Вы просто пришлите тогда свои контакты, ребят, которых вы добавляете. Каждому ученику нужно будет пройти опрос базового уровня. Да, 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 я это уже все в курсе, это дети у меня, я надеюсь, сделать же. Начали, да. Я хотела, да, сделать это до 28-го числа, как раз-таки моей группе Инна Сархиповны. Поэтому они должны были сделать уже. Ну, я поняла, Екатерина, я тогда буду с вами связь держать, если что, сразу же вам писать, если что-то мне непонятно. Хорошо, да, конечно, в любое время пишите. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания. Екатерина, а у нас там тоже вопрос. Да. Вы немножечко поняли, допустим, мы идем в лес. Можно чуть-чуть громче? Мы идем в лес, да, фотографируем. А нам нужно заведомо искать какой-то уголок, где точно нарушено? Или это может быть нечаянно наткнувшим? Не обязательно искать то, что... Потому что если мы вас заставим искать что-то, что нарушено в природе, вы можете не найти ничего у себя, например. Вы найдите что-нибудь интересное, потому что, может быть, у вас история, наоборот, о том, как хорошо все, как правильно работает система и как правильно, например, сажает леса и так далее. История может быть о чем угодно. Она не обязательно должна быть о проблемах, но она должна быть интересной. Она может быть наоборот, что у вас не проблема, а наоборот, что... Если вы посмотрите на Global Forest Watch, там есть участки, где лес прибавляется, например. Потому что в основном это, например, возле каких-то больших городов. То есть, по-видимому, это лесопосадки. Вы знаете, у меня еще один, это Евгения Ивановна, возник вопрос. Вот смотрите, мы можем взять фотографии только с одной какой-то местности или можем взять с разных местностей? Она сказала, что она сейчас своих ребят добавит и этим все передаст. Скорее всего, да, она сказала, что она сидит, слушая ваши слепцы. У нас уже такой аналогичный вопрос, да, по этой... Лучше было бы, конечно, из разных мест. Но как вам удобно и как получится, потому что мы тоже понимаем, что... Всего пять или в каждой разные по пять? Нет, пять фотографий... Они просто идут командой и в какой-то местности снимают пять фотографий, которые... Разные фотографии, ну, не одно и то же дерево, разные фотографии. Но это может быть одно и то же место у них, у этой команды. А может быть разные места? А могут быть разные места, да. Потому что смотрите, вот у нас есть река, на одном береге у нас идет активная вырубка лесов, очень активная, а вот с другой стороны у нас идет озеленение, и вот у меня в любом случае, мне кажется, возникнет у детей такой проблемный вопрос, откуда брать, то есть информацию, эти фотографии мы можем взять с двух местностей и их описать в фотографии, что вот как бы на сравнение что ли? Да, конечно, конечно, да, основная идея то, чтобы было интересно, чтобы это не было скучно и грустно, чтобы была какая-то интересная история, я думаю, что они всегда, ребята, найдут что-нибудь интересное, может быть и не связано с тем, что, ну вот у вас, видите, у вас вырубаются леса, у нас это не так, например, заметно, но у нас заметно, например, что жуки съедают все, или что у нас высыхает все из-за засухи, то есть они что-нибудь найдут, да, это не должно быть одно место, не обязательно, то есть как вы хотите. Фантазия, в общем, полет фантазии. Да, 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 мы их пытаемся сделать так, чтобы они как бы не учились, вот как по учебникам все время, а применяли, то есть учились и применяли свои знания в жизни. Угу, 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 понятно, ладно, все, спасибо, если есть кто-то, какой-то вопрос, я его тоже послушаю, потому что уже уходим. Наверное, одна осталась, да? А, ну ясно, ну ладно, спасибо, до свидания. До свидания, спасибо вам большое. До свидания, спасибо. Да, я слышу, да. Ну вот тут Астровин, ну вот я не знаю, что с ее контактами делать, она создала какую-то свою группу. Да, и что? Она создала нас там, по-моему. И что она? Она создала свою группу. А. А.